Маша Степанова наконец-то вернулась домой из московского ожогового центра. В ноябре прошлого года в семье Степановых произошла трагедия. Ночью загорелся их дом в селе Сорокино. В огне погибла мама. Отец семейства и две дочки получили ожоги. Больше всех пострадала восьмилетняя Маша. Термический ожог 60% тела. 19 ноября в дачном обществе Сосновый Бор среди ночи загорелся дом Степановых. Причиной стал выпавший из печки уголек. Пожар унес жизнь Екатерины, мамы семейства. Маленькой Маше эта ночь постоянно снится в кошмарах. Младшая дочка пострадала сильнее остальных. 60% тела девочки были покрыты ожогами. Глубина достигла третьей степени. Долгое время состояние Маши оставалось крайне тяжелым. Три месяца она провела в московском ожоговом центре. И только сейчас вернулась в Старый Оскол. Здесь за ней ухаживает бабушка Наталья Михайловна. Реалипитация идет у нас. Реалипитация. До 15 мая мы должны быть снова в больничке. Ну и все. Вот считаю, все надо еще косметические операции делать. Глазки, носик поправлять. Ой, да и так вот все лечить надо. Сейчас учимся ходить. И ручки поднимать. Ручка правая, правая вне рука. Пальчиков нету. Надо все разрабатывать. Налево разрабатывать пальчики все надо. В общем, работаю много с ребенком еще. Оптимистичных прогнозов не было. Но девочка выжила. Восьмилетняя малышка всего за три месяца перенесла с десяток сложнейших операций. Чудо. Это благодаря врачам, московским, вожуговой. Это вообще, что они сделали? Сделали из ничего чего. Вот это на лицо у них было. Восемь часов шла операция. Бедные врачи, бледные вышли, все усталые. Очень сложно было носик сделать. Носик у нее так только не получился совсем хорошо. Три раза переделали. Самое главное теперь восстановление. Ожоги нужно постоянно обрабатывать. Лекарства стоят недешево. Глава семейства Владимир Степанов работает дальнобойщиком. Сейчас он в очередной командировке. С дочерями созванивается ежедневно. Старшая 12-летняя Алина пока так и живет в семье одноклассницы в Сорокино. Приезжает по выходным, потому что она не может каждый день приезжать. Далековато и поздновато. А на выходной приезжает, с нами живет. Мужественно и с улыбкой Степановой переносит все беды и печали, так внезапно прервавшие их обычную жизнь. Дома мне как-то лучше. Потому что больницу я провела очень долго. Да, вот когда мы уезжали из больницы, я думаю, все-таки я буду по больнице скучать. У меня там появились друзья, любимые врачи. Мне на день рождения я его отмечала в больнице. Мне там и закрыла комната, ну там фломастеры, пластилин. Потом мне стало после этого рисовать, лепить что-нибудь. Лепить и рисовать Маша теперь учится левой рукой. На дом стали приезжать и учителя из Сорокинской школы. Условия в комнате общежития очень далеки от тех, в которых нуждается сегодня семья. Это сразу и спальня, и кухня, и ванная комната. Комната предоставлена им по договору безвозмездного пользования бессрочно. Пока Степановы не подыщут подходящий для покупки вариант. Но это сейчас не главное. Самое важное сегодня – здоровье Маши. Конечно, у меня ребенок стал ходить, у меня она лежала, у меня вообще страшно было все это. Нынче все пережили, самый плохой позади, самый лучший впереди. Впереди весна. Бабушка мечтает, что вскоре сможет выходить с внучкой на улицу. Правда, для этого потребуется специальное послеожоговое белье. Помочь Маше Степановой можно переводом на карту Сбербанка, зарегистрированную на имя Владимира Викторовича Степанова. Номер 48 17 76 01 94 77 28 71.